Всем привет! Это видео монтирован не рандом в Апарион, а я. У меня есть два канала. Первый это Тейлиш. На нём выходят пупы. Я надеюсь вы помните что это такое. Пупы у меня разнообразные, в том числе есть и пупы на покемонов. Второй канал это Покетейл. На нём выходит полноценное видео по покемонам и щитпосты связанные с покемонами. Все ссылки будут в описании. Приятного вам просмотра! В 1996 году вышли покемон Рэд и Грин. И мгновенно стали хитом. Либо начинающий ютубер без идей, либо ютубер, имеющий с покемонами общего столько же, сколько Nintendo Switch и командора Amiga CD32, обязательно расскажет, а точнее зачитает текст в Википедии о том, какими же были популярны покемоны в ту пару времени. Мотик по телевизору, плюшевый чармандер, картонки с текстом и сами игры не ограничивались игровым пацаном. Игры также были наняты до 64, все копейка, вы не ослышались. Ну и как тут не упомянуть персональные компьютеры, которые только вошли в массы с такими ОС как Windows 95 и Windows 98. Например... О! Покемон Плейд! Какое же кричащее название? Сыграй в это! Игра вышла на территории европейских стран в 1999 и в 2000 году на территории Соединенных Штатов. Игра посвящена коллекционной карточной... Ох, вот же срань! Ну, в открывающей сцене используется 3D графика, как вы видели, тут пытаются воплотить тогдашний стиль рисования Кена Сугимори, дизайнера покемонов. Да. Игра посвящена коллекционной карточной игре, где мы играем, ну, в коллекционную карточную игру. Три режима. Играть, обучение, дополнительное. Про игру ничего сказать не могу, ибо за карты я не шарю, а найти того, кто рассказал бы всё за меня, я не смог. Но это лицо не оставит вас в покое. Pokemon Project Studio Red & Blue. Это не одна, а две игры для ПК, выпущенные на территории США в ноябре 1999 года. Однако, это не совсем игра. Здесь вы можете делать картинки, например, поздравления и тому подобное, используя стоковые картинки персонажей из аниме и покемонов. В каждой из версий по 81 покемону, поэтому их делят на две версии. Исключением являются популярные покемоны. Которых вставляют в обе версии. В общем, фотошоп на среднем минимально. Думаю, на таком можно даже сделать привит для видео. Круто! А вот теперь можно поговорить о настоящих играх. Покером вышел на территорию штатов в 2000 году. Вы играете в крутые обучалки вместе с профессором Оуком под крутейший трек всех времён покера. Ведь вы же хотите стать крутейшим покетренером. Первая мини-игра на память, а другая это заповедник покемонов. И есть два места, которые можно посетить. В одном можно наблюдать за покемонами в их среде обитания, или типа того. А в другой у вас так называемая гонка тренеров, где может быть до четырёх игроков. Вы отвечаете на вопрос и идёте на один ход вперёд. Цель – прийти первым. Данная игра выпускалась в многочисленных вариациях. Продавалась по тогдашним меркам недорого. Диски имели необычную форму и были совместимы так и с Windows, так и Macintosh. Выступаем в новый век и рассмотрим Pokemon Masters Arena. Это игра, состоящая из восьми мини-игр. Вышла 1 ноября 2004 года. Не догадайтесь где! Match a Pokemon Scene. Соотнеси покемонов. Pikachu's Puzzle Game. Пазл, который надо выполнить за ограниченное количество ходов. Spindus Manjong. Игра, где курсорам надо соотнести кости с покемонами на них, что соответствует описанию Маджонга. К слову, это китайская азартная игра. Покебол Mystery Challenge. Надо правильно назвать название покемонов клавиатуры сверху. Why Not Water Shots. Рассчитайте курсором мыши силу броска покебола к хвосту Вейлорда и поводите им в спасательные круги. Tracus Sword Jump. Вам дается размытое изображение покемона и нужно поставить буквы в правильном порядке, так изображение станет более явным. Mudkips Bingo. Задается вопрос про покемона и надо нажать на покемона соответственно. Правильный ответ это красные игрушки, а неправильный синие. Pokemon Shurvia Challenge. По сути то же самое, только выбирать надо среди трех покемонов. В целом это одна из тех игр во флэше. Правда, в отличие от предыдущего видео, где игры продавала компания по продаже наггетсов, это разработано другим разработчиком. И вроде как все неплохо, так ведь? Но отнюдь не только в США были игры для компьютакторов. Pokemon PC Master вышла в июне 2006 года на территории Японии. Игра использовала 3D модели покемонов, что довольно круто, учитывая то, какие покемоны мы имели и имеем на ПК. Главная цель игры – обучить японских детей использованию компьютера. Клавиатура, мышь, ну вы знаете. Эта игра вообще не взыскала огромной популярности. Так как не у каждого японца тогда был ПК дома. А еще эта игра полностью была доступна только по подписке. И как только сервис перестал существовать, игра тут же стерлась с лица земли. Но осталась trial версия, которую можно скачать как ISO файл. С какого-нибудь форума через Mediafire. Правда, тут вопрос знания японского языка, японской раскладки и совместимости. Нужна либо Windows 2000, либо XP. И вот мы обратно возвращаемся на территорию Штатов. Где 26 октября того же года вышла Pokemon Team Turbo. Что же может пойти не так, как говорится? Разработчиком является тот же, что и сделал относительно нормального Мастер Сарейна. Imagine Engine Core. Даже издатель тот же. Вэлли Софт. Что ж, посмотрим. Нас приветствуют персонажи из аниме и божественный в кавычках логотип с огромной кнопкой снизу. Выбираем персонажа и... Почему он в покеболе, половина из которого стеклянная? Оу. Тут даже шутку какую-нибудь не вставишь, типа... Сможет ли эта игра побороть непобедимый Digimon Racing? Потому что Team Turbo это одна большая шутка. И еще раз. Почему Pokemon находятся в этих шарах? Нет ни единой причины их туда помещать для гонки. Почему они медленные, причем все? Почему графика блевотная, начиная с надшибись обрисованных покемонов, заканчивая монотонной текстурой асфальта? Ну и этой кляксой, которая называется дерево. Если предыдущие показанные игры, может были и странные, но хотя бы представляли какой-то интерес, то здесь все гонки не имеют препятствий. Либо вы бустите себя и идете дальше всех, или вас толкает похлеще, чем в очереди за булкой в школьной столовой. На трассе также можно пособирать хлам, а между гонками есть мини-игры, которые вроде и ничего, но... Эта музыка... Она просто не прекращается. Я не знаю, как можно подобрать саундтрек скучнее, чем это. Причем по тему гонок. А еще этот гул шаров на заднем плане. И мне кажется, это она худшая игра по покемонам за всю историю. И не существует такой же в плане убожества покемонской игры, которая бы первая существовала, вторая продавалась, третья была официальной. Без сомнений, если вы почувствуете себя бесполезным, знайте, Pokemon Team Turbo лицензированная игра. Не думаю то, что имеет смысл продолжать эту тему и лучше на этой ноте закончить. Лайк, если понравилось видео, подписка, если понравился контент, и, конечно же, берегите себя и The Pokemon Company. Чтобы они куда меньше давали лицензии на создание игр по покемонам, кому попало? И вот меня интересует, о чем они думали? Хотя нет, на самом деле я знаю, они не думали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин